Партнер рубрики компания МТС В 1916 году после реставрации здесь расположится Средневолжский филиал Центра современного искусства. Блогер Игорь Кондратьев продолжает цикл рассказов о строительстве промышленных предприятий в Самаре. Сегодня автор поведал, как возводили в конце 19 века зим. Завод был казенный, завод был секретный. Даже на старых картах на его месте были нанесены сады, чтобы германец или какой-то другой австрияк распознать не смогли, пишет автор. Место для завода было выбрано по тем временам довольно удачно. Самара к 1911 году за 100 тысяч жителей перевалила, значит, в рабочих нехватки не было. Железная дорога имелась, казармы поблизости, а главное – река рядом. Незадолго до империалистической войны завод вступил в строй, отмечает Кондратьев. В группе паблик Тольятти соцсети ВКонтакте сообщают, что 9 июня на берегу Волги в районе села Федоровка Приволжского района было обнаружено тело неизвестного мужчины с особой приметой – татуировкой и на спине в виде церкви с девятью куполами. Считается, что каждый купол может символизировать одну ходку на зону. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, уголовное дело пока не возбуждено.